Продолжаем программу. Экология – дело каждого. Так называется конкурс, объявленный Росприроднадзором на самые интересные, нестандартные и креативные проекты, направленные на экологическое просвещение и популяризацию эко-культуры. Накануне в стенах библиотеки имени Ручьева состоялось награждение магнитогорских лауреатов конкурса. В церемонии приняли участие представители Росприроднадзора в Уральском федеральном округе, а также специалисты лаборатории охраны окружающей среды по ОММК. Игорь Гурьянов продолжит. Возраст участников, выбор жанра и даже гражданство не являлись ограничением для участия в конкурсе. Он существует уже несколько лет и за это время снискал славу весьма полезного, хоть и негромкого события. Активность жителей Магнитогорска в экологических, творческих инициативах отметил и заместитель руководителя Уральского управления Росприроднадзора, специально приехавший в наш город, чтобы принять участие в церемонии награждения и пообщаться с лауреатами. 78 стран мира представлены участниками премии, свыше 200 тысяч работ, проектов, представленных в мире. Соответственно, вот и отрадно то, что ребята из Челябинской области, из Магнитогорска, из года в год активно принимают участие. И их работы находят отклик в сердцах жюри. К оценке и награждению в этом году были представлены четыре работы разных жанров. Так команда из трех девушек, воспитанец школы-интерната «Семья», сочинили песню и сделали клип, в котором о том, как важно сохранить планету, и никто, кроме людей, это сделать не в состоянии. Особняком стояла работа Евгения Зуркова. Он сделал мультфильм на тему загрязнения леса и как от этого страдают животные. Серый в своих помыслах человек и яркие краски природных пейзажей философски совместились в работе Софьи Ивановой, а Екатерина Лиманова свою работу назвала «За что наказан белый медведь». Все победители получили внушительные призы от природоохранного ведомства и еще одного организатора – лаборатории охраны окружающей среды ПАО ММК. Специалисты не скрывают своего интереса в адрес участников. Сначала любопытство, затем заинтересованность и вовлеченность и шаг до охраны природы по должностной инструкции. Безусловно, мы, как, пожалуй, любое промышленное предприятие, заинтересованы в кадрах, тем более в таких талантливых и инициативных, у которых горят глаза в этой сфере. Мы будем рады видеть каждого талантливого и инициативного эколога у нас на предприятии. Игорь Гурьянов, Денис Аванов, телекомпания «Телвин». Игорь Гурьянов, телекомпания «Телвин»